Большинство горожан в выходные предпочитает спокойный отдых, но не эти ребята. Им милее покорение лесных трасс. В Ивановском районе прошел второй этап открытого чемпионата региона Чапаев Трофи Рейд. Участники команды из Ивановской, Костромской и Владимирской областей. Основных состязаний два вида – скоростная гонка и ориентирование. Организаторы расставили для участников 30 точек в лесном массиве, которые с помощью навигатора необходимо найти. Когда я расставлял сухо, но точки-то не на сухом месте ставятся, а в болотах. В болотах, в грязи. Прошел дождик, но толку-то большого не дало, все равно сухо. Организаторы установили временной лимит. За 8 часов участникам необходимо найти максимальное количество точек. Прибыв на место, нужно сфотографироваться. Одной рукой коснувшись машины, другой – указателя. Фото, чтобы определить победителя рейда, потом будут изучать члены жюри. Дождя перед гонкой не было. Это, рассказывают участники, задачу прохождения болотистой трассы упрощает. Иной раз бывают точки в таких местах, что у самой точки чисто, а дорога к ней, как говорится, по колену в грязи. Это самое, наверное, сложное. Любой автомобиль убивается, даже трактор. Поэтому после гонок всегда день-два, ремонт, а то и больше. Свою машину, как Франкенштейн, и Михаил собрал сам, из разных деталей. В основе – Тойота. Техника обладает высокой проходимостью, несмотря на несколько странный вид для непрофессионала, вызывает зависть у всех участников гонки. Понравился этот вид спорта. Начинали с УАЗика, потом захотелось большего. Решили создать уже прототип, в высшую категорию перейти, более сложные трассы, чтобы преодолевать. И вот так совместно с усилиями штурмана мы ее создали. Малый вес, короткая колесная база, зубастая резина грязевая. Ну и много-много там жесткие блокировки. Можно перечислять долго. На состязаниях можно встретить разную технику. Как современные модели, подготовленные специально для таких сложных трасс, так и раритетные автомобили. Их владельцы рассказывают, несмотря на почетный возраст, такие машины в гонках частенько побеждают. Много трудов, много сил, и денег немало. То есть это К-69 российского производства. Там разговаривать, в принципе, тяжело, когда едешь. Да, держаться крепче, беречь голову, не удариться. Несмотря на то, что участники часто застревают в болотах, их приходится эвакуировать, несмотря на грязь и комаров, гонщики с удовольствием участвуют во всех подобных рейдах. Этот экстремальный и совсем не дешевый спорт любят они за выплеск адреналина и возможность испытать предел человеческих возможностей. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.